Добрый вечер дорогие друзья, Евгений Гордеев из Славного города Героя Смоленска снова с вами и снова со своей криминальной хроникой. Друзья мои, мы с вами уже неоднократно говорили о том, что криминальная хроника как бы опогонилась и олампасилась. Все больше и более солидные должности попадают на нары следственных изоляторов. Генералы, генерал-лейтенанты, генерал-полковники, министры какие-то, правда, соответствующих регионов, республик нашей страны. Ну вот в данном случае бывший временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Адыгеи Мурадин Брантов и двое сотрудников тыла МВД по Кавказской республике проходят подозреваемыми по делу о хищении государственных средств при госзаказе на строительство ведомственных зданий. По версии следствия Брантов, этот самый в Рио замминистра, нет, в Рио министра, министра внутренних дел Адыгеи, в ноябре прошлого года утвердил документ, который был подписан бывшим замруководителем тылового отдела полицейского ведомства Капланом Кудаевым и бывшим начальником тыла МВД Альбертом Шеховым. Они в преступном сговоре включили в начальную стоимость контракта со строителями дополнительные проекты и изыскательские работы. То есть никаких этих работ и проектов не должно было быть, но они включены для того, чтобы на это были выделены деньги, которые можно прикарманить. Таким образом, эти трое соучастников заработали, в кавычках, на этой сделке, на этой афере 5 миллионов 600 тысяч рублей. Материалы на всех троих 13 декабря нынешнего года, то есть вчера, поступили в Следственный комитет Российской Федерации. И должно быть по ним принято процессуальное решение. Возбудить уголовное дело, отказать возбуждение и так далее, и так далее. Я думаю, что возбудят и этих уже граждан, уже не военных, будем так говорить, не МВДшных ребят, обязательно посадят до суда на нары. Сообщается, что Мурадин Брантов был уволен из полиции по выслуге летом прошлого года. То есть смотрите, как сначала делается. Сначала увольняются, либо по собственному желанию предлагают, либо по выслуге лету доформляют, чтобы пенсию не потеряли. А потом уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела и так далее. Почему? Потому что вы понимаете, что на нарах, не на нарах, а на скамье подсудимых, в принципе, не должны сидеть ни военные, ни полицейские, ни таможенные какие-то в погонах ребята и так далее. Ни военные. Так что его подельники Кудаев и Шехов были освобождены от должностей, соответственно, в мае и июле нынешнего года. То есть тоже, так сказать, пошли сначала на увольнение, а потом на привлечение к уголовной ответственности. Казахстан. Да, жизнь не сладкая у людей. Здесь мужчина убил троих собственных детей, после чего покончил с собой. Это было 11 декабря. 11 декабря в Мунаэлинском районе Казахстана. Оперативная группа, выехавшая на место, установила, что погибшими были члены одной семьи, 38-летний молодой еще отец, а также детишки в возрасте 8 лет 4 года и 10 месяцев. Господи ж ты, боже ж ты мой, ну при чем тут эти ангелочки-то? При чем? Зачем он это сделал? Даже если труднейшая жизнь, ну иди, так сказать. Нет работы, значит, ну уйди из семьи, не можешь обеспечить. Ну сдайте детей в детдом, в конце концов. Ну зачем это делать? Кошмар. Короче, он убил детишек, а потом покончил с собой. Это произошло из-за того, что родители не имели постоянного места работы, собирались развестись, но из-за этого и ссорились, что денег никогда нет, детей нечем накормить. Также была обнаружена аудиозапись, где этот мужчина признавался супруге, что собирается сам умереть и забрать с собой детей. Ну что он, собственно, и сделал. Печально, трагично, и не дай бог, чтобы, так сказать, повально это происходило. Заместитель директора Первого канала, Александр Файфман, ну какая вы думаете на Первом канале у заместителя фамилии может быть, покинул Россию накануне возбуждения уголовного дела о хищении 500 миллионов рублей. То есть, явно, значит, ему подсказали, что парень, сматывайся, давай. На тебя дело возбуждают. Это вообще не на тебя, а по факту того, чего мы тут натворили все. Так вот, из бюджета, значит, на проведение церемонии мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу в 2017 году было выделено ни много ни мало Первому каналу. Два с половиной миллиарда рублей. Вы представляете? Ну и из этих двух с половиной миллиардов, по версии следствия, 500 миллионов были похищены, выведены в офшоры или обналичены и прикарманины. Так вот, в рамках этого дела о мошенничестве в особо крупном размере уже задержаны продюсер Ольга Стародубцева и ее муж Виктор Ваганов. Им принадлежали фирмы, значит, которые получали деньги на организацию мероприятий к Чемпионату мира по футболу, а потом направлялась часть денег на счета фиктивных компаний. Ну, это так, в офшоры, кстати, и так далее. Ну, говорят, что самого гендиректора Первого канала Константина Эрнста пока не допрашивали, а его заместитель, ну, не спрашивали, слушай, Константин, а вы знаете о том, что у вас 500 миллионов, значит, похищены? Ну, конечно, как начальник может не знать, что, куда ушли, так сказать, и что вообще похищены 500 миллионов? Конечно, должен знать, по идее. Иначе это не начальник, так сказать. Ну, короче, а, как я уже говорил, его заместитель Файфман, который и занимался подготовкой и проведением мероприятий к ЧМ, поспешно, поспешно уехал за границу накануне возбуждения уголовного дела. Накануне возбуждения уголовного дела. То есть, пока что такая вот рокировочка произошла. В Приморском крае в полицию пришла 75-летняя бабулька. Пришла в 35-й отдел полиции. Нет, где-то в Приморском крае, в Приморском районе. Чего? В районе чего? Ну, короче, она сообщила, что из серванта у нее, из ящика, пачка денег пропала. 490 тысяч рублей. Она заметила пропажу. И сразу побежала в полицию. А пачку эту она в конце ноября вообще видела последний раз. То есть, она каждый день ее не трогает и не смотрит на нее. Может, там уже давно, так сказать, не деньги были. Но суть не в этом. Решается вопрос возбуждения уголовного дела. Она говорит, что никто, кроме меня, в квартире не был. Ни у кого, кроме меня, нет ключей. Никакого взлома нет. Проникновения через балкон, через окно тоже нет. Но и денег нет. Ну, знаете, мне такие встречались бабульки, которые, конечно, не такими суммами ворочали, гораздо меньшими при советской власти. Но, тем не менее, в советской власти и 150 рублей были большие деньги. Сами спрячут и забывают, куда. Понимаете? Потом всю квартиру надо перерыть с оперативниками, с собаками, так сказать, и прочее. Чтобы найти эти деньги, которые она сховала в другое место. Но тут хочу сказать, чревато и другим. Чревато тем, что те, кто будет помогать ей искать, ну, я имею ввиду, кто бы это ни был, оперативники, так сказать, или другие, могут найти и прикарманить тихо эти деньги. И не найти, короче. Официально не найти, а так найти и прикарманить. Тут надо ухо воостро держать. Есть ли такое острое ухо у этой бабки 75-летней, я не знаю. Но я предполагаю, еще раз говорю, что денежки в этой квартире. Если действительно будет доказано, что никто там не был и проникновения не было. В Краснодаре, летом еще нынешнего года, местный житель убил свою супругу из-за ревности. И ревнивцу этому от Элла Краснодарского края 75 лет. Вы представляете, он 25 лет ревновал свою супругу. 25 лет с ней прожил, с этой супругой, которую лишил жизни. А ей 70 лет было. То есть, представляете, значит, что ей было 45 лет, когда они поженились. И вот 25 лет все он подозревал жену в неверности. Ну, я говорю, от Элла, Центского уезда. Вот. И говорил, что он так, что ему карты так показали. Ну, может, цыган какая она гадала. Я не знаю, что там дело. Ну, между ними произошел скандал. И он избил ее, а после чего зарезал кухонным ножом. Не менее пяти ударов в грудь. Женщина орала, конечно, страшно. Соседи все переполошились, вызвали. И скорую вызвали. И полицию. Но уже было поздно. Еще до приезда врачей бабулька отдала Богу душу. Сейчас этот дедок уже осужден. И ему дали 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Но я думаю, значит, что он останется в силе. Кто его будет менять, так сказать. И смотрите, 75 и 8, 83 годика будет этому отеле, когда он сможет вновь вдохнуть в воле. В воле, вольному воздуху, так сказать, выйти из колонии. Страшно, что люди творят. А красивая, наверное, бабка была. А дед Квазимода, видите, виновал ее. Но я хочу сказать, особые ревницы, самые жесткие ревницы, это те, кто сами, так сказать, всю жизнь бегал. Бегал по чужим женам. Или от своей жены. Ну, это я про мужиков говорю. Поэтому я не исключаю, что у него была бурная молодость. И, конечно, мы видим, что это, наверное, не первая у него жена. Но, наверное, теперь последняя. Следственный комитет Российской Федерации возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Видите, я же говорю, что высокопоставленные лица в разных силовых структурах привлекаются сейчас к окону на ответственности. На этот раз его обвиняют в мошенничестве при закупках вещевого имущества. Вот. Уголовное это дело возбуждено из-за передачи контрактов на поставку вещевого имущества фирме «Спецшвейснаб». Цены, которые были завышены и не соответствовали качеству. То есть, он, видимо, с владельцем или с директором этой фирмы был в сговоре в преступном. И они, так сказать, пилили деньги на заказах, на госзаказах. Вот. Он и другие руководители Росгвардии за два с половиной года заключили с этой фирмой контракты на сумму более трех миллиардов шестисот миллионов рублей. Огромнейшая сумма. Представляете, это вещевка, это брюки, кителя, рубашки, галстуки и так далее. Все, что положено. Обувь, фуражки, шапки и так далее. И так вот, из этих трех шестидесятых миллиарда по оценке следствия 338 миллионов были, что? Украдены. Вот. Факт вскрылся в девятнадцатом году при проверке Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Зам. директора Милейко был тогда уволен, а в октябре против него возбудили уголовное дело. это прошлого, наверное, года. Или нет, или девятнадцатого года. Ну, короче, за взятку еще 10 миллионов рублей директора спецсвейснаб. А они еще, так сказать, взятки друг от друга давали, получали. Мало им, так сказать, было, что они похищали. Ну, взятка дается, видите, я так думаю, что этим спецсвейснабам, спецсвейснабам за что? За то, чтобы заказ через них шел, госзаказ. Вот. И 30 июля 21-го года ему уже давали, дали, 6 лет колонии, по другому делу. Используя служебное положение, он похитил помещение военных, помещение, принадлежащее Росгвардии. Вот. Для чего похитил? Помещение похитил. Не стесняются ничем. Чтобы в этом помещении жена смогла оборудовать салон красоты. Ну, что она и сделала, так сказать. Салон есть, красота есть, а мужа нет. Муж сидит. И вот, 14 марта нынешнего года суд смягчил наказание на 2 месяца. Короче, был уже осужден, видите, на 6 лет. И сейчас новое дело. По новой, значит, крутят новое дело. Сколько по этому делу дадут, не знаю. И я хочу обратиться к тем, кто что-то натворил. Колитесь вы сразу, потому что будете сидеть потом. Не по совокупности наказания, а по совокупности приговоров. За каждое новое, вскрытое за вами преступление к тому сроку, который был у вас по предыдущему приговору. Будут добавлять новый срок, понимаете. И так некоторые 300 лет набирают. 300 лет от ситки. То есть, считай пожизненно. Хотя в приговорах, значит, о пожизненном может быть не сказано. Понимаете. А вот так вот. 20 плюс 10 плюс 30 и так далее. И пошло, и пошло, понимаете. Друзья мои. Ну, а с вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Не болейте. У меня вот, так сказать, семейство мое, по-моему, грипп переживает, что-то в этом году, как никогда. Как никогда. Значит, навалились вот эти вот беды. Я не знаю. Скорее бы, так сказать, свалить этот страшный год. Страшный он и тем, что происходит на Украине. Что в этом году началось. И не кончится, скорее всего. И страшно вот этими болячками всякими, понимаете. Ну, а ведь и молодых валят вот эти вот всякие короны, омикроны, гриппы и свинячие, и неизвестно какие. Какие-то штаммы новые, смертельные. В общем, берегите себя, друзья мои. И как бы вы не берегли себя, друзья мои, прошу помнить о том, что есть возможность свою доброту и милосердие проявить в натуре. То есть, помочь нашему приюту Котовасе 67. Все атрибуты для такой помощи под каждым моим роликом. Спасибо, друзья. Всего нам всем доброго. Пока.